любить свою работу вообще это такое это тоже элемент удачи в жизни счастье и я искренне сочувствую людям у которых которым этого не дано вот мне это я ненавижу свою работу я не так тяжело а я нет а я люблю свою работу я люблю людей с которыми я работаю я люблю то что я делаю безусловно потому что невозможно сделать хорошо то что ты не это как жить с нелюбимым человеком ты его не сделаешь счастливым если ты его не любишь ну вот наверное так ольга шлягер известная телеведущая заместитель генерального продюсера белтель радио компании руководитель проекта евровидения в беларуси уроженка могилева ведущая международного музыкального фестиваля золотой шлягер кто такой продюсер это человек который должен уметь должен собирать хорошую команду надежную команду потому что телевидение это командный вид искусства спорта как угодно назовем это только в единстве командой сила и успех это главная задача создать условия чтобы людям было комфортно работать безусловно найти деньги финансирование это тоже задача продюсера ну и прогнозы аналитика это тоже задача продюсер творческие люди они непростые потому что творческие люди они очень непростые но с ними безумно интересно это какая-то такая богом поцелованная история да какие-то люди с другой головой это другой мозг это другое мышление вот ведь я же далеко не творец тем более уже когда ты занимаешься административной работы очень много ну вот значит садимся с режиссером вот просто положить белый листом передо мной и перед ним и я уверена уже уверена мы это делали мы по-разному опишем вот эту ситуацию белого листа мы такие разные ну поэтому я продюсер а он режиссер тв чаще ругают чем хвалят значит смотрят нам же важна любая реакция мы же телевизионщики мы все прекрасно понимаем вообще говорю вот когда люди обижаются на что-то но это наверно к вопросам евровидения потому что но эта тема такая больная которой этом пять лет занимаюсь мы же ничего не придумываем мы же как зеркало отражаем то что дает нам жизнь и собственно ваши достижения или какие-то ваши таланты то все что угодно мы просто это показываем не более того силы может быть людям всегда нравится видеть то что получается как свое отражение поэтому они немножко злятся нас но в любом случае говорю никогда не стоит переживать по поводу каких-то негативов это же мировая практика ни одна страна не приемлет своего телевидения все ругают его ругают также и в америке и в европе все все плохо где-то там лучше а свое плохо на беларуси конечно это особая тема почему-то ругать свое причем все не только телевидение какого-то хочется патриотизма такого здорового знаете какую лет я вот была у коллег в литве очень все скромно очень все просто маленькая страна маленький там текан все все очень ну так скажем без какого-то пафоса конечно без не украина не россия когда там ух какие там проекты люди но простые люди с таким восхищением говорят о своем телевидении потому что помимо телевизионщиков общалась еще с с литовцами они знают каждого ведущего не знают каждого журналиста не знают каждого своего артиста и они хорошо о них говорят и это очень приятно могилёв изменился вот этот мост который новый открыли со львами я вот летом была в будапеште и когда после будапешта как раз я приехал могилёв и евре слушайте это же это же один из мостов будапешта вот с этими львами вот этот размах вот это так красиво иллюминация днепр там это набережная добровенки что-то и но помимо того что как-то лоск добавился городу что-то в нем про знаешь как душа поменялась вот что-то поменялось в душе этого города но и моей соответственно тоже по отношению к нему все это прекрасно все эти изменения вот это самые такие моменты когда еду по мосту шмидта всегда что-то что-то там где душа что-то происходит какие-то бабочки там летают это такие самые яркие места с ратуши у меня не связано что она уже появилась потом но это очень красиво это очень достойно я говорю города появилась какая-то история какое-то лицо какой-то дух особенный местный характер могилевчане они чудесные очень искренне и добрые когда ты ждали я всегда хочу видеть лица я их вижу они тебе улыбаются это очень приятно может быть как любом маленьком городе немножко медленно все конечно я буквально сатане и когда я за рулем и мне кажется там есть педаль педаль газа давай ночью тебя ну здесь ну такая своя жизнь в этом есть прелесть но после минска вот этого темпа конечно мы здесь такие народные тела все равно здорово золотой шлягер всегда во первых это могилев и когда звонят из могилева на золотой шлягер ты в принципе это уже всегда знаешь что ты подвинешь там мы свои какие-то командировки дела и так далее это приехать в родной город это не забыть профессию это тоже очень важно ну и лишний раз дополнительный раз повидаться с родными моя музыка да и до меня дошел прогресс я просто подключаюсь к интернету ну и слушаю там что хочу это настроение для меня музыка это настроение я должна понимать слова неважно там английский это русский то есть они должны быть неприятны в них должен быть смысл и тогда неважно вот сегодня я хочу погрустить значит я слушаю что-то лирическое вот у меня какое-то настроение но потанцевать за рулем значит что-то будет веселое но если я сыном то у меня конечно выбора нет поэтому потому что мы слушаем только то что любит он а это такая тяжеловатая музыка мальчик главный мужчина моей жизни бог послал мне сына чтобы я разобралась что такое мужчина чтобы я немножко поняла как они мыслят как они действуют и почему так и чтобы конечно я еще больше стал их любить так вот мне был послан мой георгий ему сейчас девять лет мы закончили третий класс первый четверо третьего класса усиленно делать вид что ему нравится учиться он конечно главный хочешь хочешь узнать идеального мужчину ради его ну вот вот у меня так получилось он чудесный он смысл когда я родила ребенка и наконец-то до меня вот так вот же смысл вот оно дальше вот продолжение вот ради чего вот тебе зачем вот тебе ну ответы на все твои вопросы приоритет и анти гламур я очень хорошо помню когда было много концертов когда было как-то так ну все было в жизни наш какой-то появился глянец какое-то такое все тебя любят и такая красивая еще молодая и боялась я бы мне кажется что мог бы произойти такой момент когда бы испытание медными трубами не было пройдено знаешь когда гордыня она бы перед и тут я узнаю что я беременна и это меня спасло наверное и духовно тоже в том числе потому что сразу все приоритеты были расставлены и сразу все схлынуло сразу уже ничего не хотелось я гринь не глянца не этой бешуры фальшивой ничего все сразу стало как положено я говорю бог меня любит он вот мою жизнь так изменил в мужском мире я уверена что этот мир мужской и я готова подчиниться ему я ему подчиняюсь и меня это радует потому что женщина она не может быть очень высоко женщина должна помогать вот у меня даже должности всегда были скажем вторые я я мне очень нравится быть замом то что в помощь мужчине главному боссу у мужчины более стабильный их психика более стабильные они более уверены в себе равновешены прекрасно когда они умны и воспитаны это вообще замечательно и для руководителя в том числе и такому человеку хочется подчиниться и просто кое-где помогать стоял у меня вопрос о том чтобы выйти ну вообще скажем на верхней ступени что я говорю пожалейте меня что еще раз схожу замуж у меня в принципе я могу еще успеть родить ребенка я этого не хочу я хочу заниматься любимым делом нет я очень люблю свою работу мне очень нравится но когда ты уже на самом верху к тебе требования другие ответственность другая все-таки мне кажется женщины должны чуть-чуть на ступеньку ниже помогать красивая женщина но что значит знать и быть уверенной в том что ты кому-то нравишься ну это такое преимущество наверное у женщин перед скажем перед мужчинами мужчины это прекрасно тоже понимают и и ну с легкостью на это этому поддаются это даже может быть не красота может быть обаяние какое-то которое нужно скажем это то что если ты что-то даришь человеку он пытаешься его бояться там я не знаю понравится ему и видишь реакцию положительную но вот такой обмен хорошей энергии происходит добрый ранец и я сплю это на самом деле кошмар любого ведущего добрый ранец и беларусь и у меня эфир я просыпаюсь я понимаю что я опоздала на эфир я смотрю пол седьмого утра то есть я уже там полчаса полтора часа как вещаю должна я смотрю у меня там 40 или 50 пропущенных вызов отключил ребенок звук в телефоне оператор потом мне говорит оля я тебе звонил я вообще мы все решили что-то умерла потому что в принципе другой причины почему-то на эфир не пришла быть но не может и и вот этот момент стал такой точкой что и не смогла проснуться то есть ну и тогда наверное ну уже пора уходить что-то менять тем более пять лет я была на ранце пять сезонов у меня уже партнеры там поменялись несколько ну и тут времечко а уходить вообще из профессии ты же понимаешь это телевидение это наркотическая история не хочется нельзя и времечко там как раз нужно было ну скажем девушка и я села попробовала меня в общем-то неплохо получилось все зашло и раз в неделю скажем я могу себе позволить побыть на эфире не забыть профессию побыть в гуще событий этих ну и железная леди если окружающие так думают то в принципе это нормально это помогает работе я разная вот сейчас у меня такое знаешь состояние влюбленности сейчас я вообще наверно белая пушистая такой период в жизни но это не касаемо конечно работ но татьями до пор состоянии вот внутри железный железный даже не такой железный кажется железно это чего-то обязательно себя в жизни лишать и ограничивать а я не хочу я хочу жить полной жизнью поэтому нет не хочу железные но и слабый конечно не про меня но это сейчас я слукавлю если я так скажу конечно нет просто женщина мечты все-таки мне вселенная посылает мысли хорошие добрая я мечтаю о том чтобы что-то ну создать ничего не разрушать мне это нравится мое состояние у меня конечно как у всех были ошибки в молодости в том числе всякое было но но сейчас мне нравится мое состояние что я не хочу я не хочу никому не зла ни в коем случае я говорю ничего разрушать я просто ног хочу жить там своей жизнью в своем мире и я очень радуюсь когда у людей все хорошо тоже вокруг меня это черт и вообще моя мечта чтобы все были здоровы чтобы все были счастливы чтобы все были красивы ну вот как они хотят тогда что была общая такая гармония но это типа за мир во всем мире уметь ждать уметь ждать извините кайфую от того что я делаю мне очень нравится я представить не могла что я буду настолько тесно связана с телевидением и когда-то там я говорю вспоминала у вас в этой студии я приходила на кастинг 15 16 лет назад и может там муж даже 17 может 22 мне было там года и был какой-то кастинг большой здесь объявлен я приходил я так рада даже тогда ну немножко переживала наверно что меня не взяли а вот видишь как в жизни сложилось хорошо здесь не взяли потому что там дальше тебя уже ждали поэтому здесь не надо было я всегда это говорю вот все что не делается все к лучшему умеете ждать умеете мечтать правильно и все у вас обязательно получится счастье это чувство гармонии но это не . это не ну это не финал потому что счастье она нельзя вот вот и счастлив постоянно развиваться для того чтобы это чувство не потерять сегодня я счастлива вот от ситуации вот я у вас здесь завтра там концерт могилёв там обнять ребенка это же все тоже счастливые моменты их много в чем смысл жизни любви я уверена что этот мир когда-то кем-то очень гениальным создавался именно во имя любви и ради любви ну просто что-то в нем немножко стали менять а вообще главное это любовь это движущая сила а а а а